Все вопросы на контроле. Многодетные родители вместе с руководством региона обсудили меры поддержки семей с тремя и более детьми. Участие в социально-экономическом развитии округа. Александр Цибульский встретился с региональным руководством Сбербанка России. Более 200 обращений за 11 месяцев. Уполномоченный по правам человека в Ненецком округе рассказала об итогах годовой работы. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Проблемы многодетных семей решали на очередном заседании при губернаторе в администрации округа. Это третья встреча активистов клуба с руководителями региона в этом году. По мнению обеих сторон, такие собрания весьма полезны и позволяют решить многие проблемы. Всего же в округе проживает 934 многодетных семьи. Большая часть из них, 756, воспитывают троих детей. Четырех – 125 семей, пятеро и более – 53 семьи. Четверть всего детского населения региона воспитывается именно в многодетных семьях. В Ненецком округе различным категориям семей, в том числе многодетным, предоставляются 44 вида различной социальной помощи. 14 из них конкретно многодетным. Самое актуальное, которое требует некоторой корректировки, по мнению активистов клуба «Семья», предоставление земельных участков, летний оздоровительный отдых, компенсация за посещение детских садов, льготы в оплате кружков и секций. Разные вопросы по-разному. Некоторые побыстрее решаются, некоторые вот такие, как санаторно-курортное лечение. Мы не можем к одному мнению прийти, потому что мы выходим с инициативой, чтобы была включена вторая группа, часто болеющие дети. Мы хотели, чтобы это было раз в два года. Клуб многодетных родителей в Ненецком округе существует уже шесть лет. Его участники активно сотрудничают с различными структурами и подразделениями окружной администрации. Например, вопрос организации санаторно-курортного лечения маленьких северян из многодетных семей уже на карандаше у руководителя Департамента социальной защиты населения. Самое основное, что вопрос по оздоровлению детей возникал неоднократно при встрече с многодетными по путевкам мать и дитя. Когда мы определили группу здоровья, то мы сделали третью, четвертую, пятую, и самое большое количество детей, они находились во второй группе. И вот в двух встречах многодетные ставили вопрос о том, чтобы вторую группу включить. Но понимая, что мы ограничены в финансовых средствах, учитывая ту экономическую ситуацию, то мы договорились сделать, например, периодичность не раз в два года, а раз в три года, и количество дней, 21 дня сократить до 16 дней. Также рассматривается еще один вариант – предоставление компенсации стоимости путевок. Надо отметить, что стороны снова предлагали различные пути решения этой проблемы. Теперь специалистам Департамента предстоит рассмотреть и подготовить все предложенные изменения, а также документы, согласно которым семьи могли бы воспользоваться путевками по новым требованиям в 2018 году. Не оставили без внимания активисты клуба и так называемые детские. Небольшая сумма, всего 1076 рублей, дублирует другую выплату. А в чем проблема? Из одного бюджета получаются две дублирующие выплаты. Я совершенно согласен с тем, что надо делать повышенную для многодетных семей. Ее надо, если эти 850 определенные в федеральном законодательстве повышены, значит, надо, соответственно, рассмотреть, чтобы это было не 1076, а больше выплаты для детей с многодетных семей. Кроме того, в 2018 году многодетным семьям предусмотрено выделить 78 миллионов рублей на компенсацию за земельные участки. Возможно, при наличии средств сумма будет увеличена. Что касается непосредственно земельных участков, то работы по их подготовке будут продолжаться, и ряд семей, стоящих в очереди на землю, получат возможность приступить к индивидуальному строительству в 2018 году. Губернатор отметил, что работа эта сложная и многогранная. Но главное, пожалуй, чего хотят многодетные родители, чтобы меры поддержки оставались стабильны и не зависели от различных причин, и тем более сходили на нет. Глава региона Александр Цибульский провел рабочую встречу с управляющим Архангельским отделением Сбербанка Игорем Залукаевым. Стороны обсудили участие банка в программах социально-экономического развития региона. В мероприятии также приняли участие управляющий Ненецкого отделения Сбербанка Сергей Мохов и руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. В ходе встречи Игорь Залукаев сообщил, Сбербанк намерен работать на территории Ненецкого округа в прежнем формате, в рамках прежней структуры. При этом в целом структура Сбербанка значительно будет меняться по всей стране в сторону укрепнения подразделений. Исключением станут отделения в Наринмаре и Горно-Алтайске. Одной из тем рабочей встречи стало обсуждение вопросов взаимодействия в рамках создания актуальной стратегии социально-экономического развития Ненецкого округа и определения драйверов его экономического роста. Руководители Сбербанка представили Александру Цибульскому разработки банка. Глава региона отметил, округ рассчитывает на участие банка в финансировании приоритетных инвестиционных проектов на территории округа. Стороны обсудили также взаимодействие в рамках проекта «Безналичный округ», запущенного в марте 2015 года. Сейчас основным направлением повышения доступности услуг является развитие систем дистанционного банковского обслуживания. Оцениваемый объем безналичного оборота за 9 месяцев 2017 года составляет до 4,7 миллиарда рублей, или 51% от общего объема оплаты товаров и услуг. Рост составил 7% в сравнении с 2016 годом. В рамках проекта в настоящее время профильным органам власти и финансовой организации проводится совместная работа по переводу жителей Ненецкого округа на карты национальной платежной системы «Мир». Всего на эту систему в Ненецком автономном округе планируется поэтапно перевести более 8 тысяч сотрудников бюджетных учреждений региона. Сегодня карту «Мир» Сбербанка уже получили более 5,5 тысяч бюджетников, из них 600 человек на селе. Полный переход всех госучреждений на национальную платежную систему должен завершиться в 2018 году. Правовое просвещение жителей Ненецкого округа, выявление и предотвращение системных ошибок, а главное – профилактика нарушений прав граждан. Эти задачи уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе Лариса Сверидова считает первоочередными в своей деятельности. Об этом омбудсмен рассказала в интервью с журналистом окружных СМИ. Встречу приурочили к завершению первого года работы Ларисы Сверидовой в должности уполномоченного по правам человека в Ненецком округе. 203 обращения поступило в адрес уполномоченного за 11 месяцев текущего года от жителей Ненецкого округа. Лидирующими по тематике остаются вопросы по жилищному и трудовому праву, право на социальное обеспечение и охране здоровья. И если суть деятельности уполномоченного в качестве государственного защитника не изменилась, то концепция и форма работы, по словам Ларисы Сверидовой, в течение года претерпели существенные изменения. Главной задачей было уйти от роли накопителя проблем и от схемы получили жалобу, проконсультировали, отчитались. По словам Ларисы Сверидовой, чаще всего жители региона хотят получить исчерпывающую консультацию по нормам закона. Поэтому основной упор в работе был сделан на правовое просвещение и выявление системных ошибок. Если у нас есть проблема, мы идем от этой проблемы, смотрим, есть ли за ней системная ошибка. Если нет системной ошибки, значит, помогаем в частном случае, копим опыт решения этой проблемы. Системная ошибка окружной омбудсмен называет нарушения прав граждан, которые неоднократно повторяются в обращениях. Их устранение – это результат кропотливой работы, которая в большинстве случаев заключается в изменении законодательства. Самый яркий пример – обращение к уполномоченному людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, с проблемой в процедуре прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, особенно в случае утраты конечностей. На сегодняшний день проходить комиссию необходимо один раз в два года в Наринмаре. При развитии нашей телемедицины в округе мы понимаем, что возможно сделать так, чтобы включить в порядок изменения. И именно прохождение медико-социальной экспертизы в данном случае, особенно для людей, которые утратили конечности, они могли бы, не приезжая через средства телемедицины, проходить медико-социальную экспертизу. Это предложение было услышано. Еще одна проблема, которую поднимает окружное общество инвалидов и которую неоднократно поднимало уполномоченный на различных площадках – возвращение в перечень показаний для оплаты санаторно-курортного лечения за счет средств фонда социального страхования, заболеваний органов слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Казалось бы, да, человек получил инвалидность и, в принципе, получая медикаментозный курс, он мог бы на этом остановиться. Но мы понимаем о том, что если поддерживать состояние здоровья, если проходить правильные процедуры, то состояние здоровья может улучшиться. И как раз признаки инвалидности могут многие уйти. В декабре на координационном совещании уполномоченных Лариса Сверидова обратилась к заместителю министра здравоохранения Российской Федерации Татьяне Яковлевой с просьбой решить проблему и внести изменения в приказ Минздрава. Отдельной строкой в статистике обращения уполномоченные выделяют права коренных малочисленных народов Севера. В этом году в адрес омбудсмена поступило обращение с просьбой вынести на федеральный уровень предложение о разработке удостоверения о национальности. Инициатива поддержала движение ЕСАВЭЙ и была озвучена омбудсменом на форуме «Арктика. Особый уровень прав человека». В ряде регионов, конечно, приняли стандарт как реестр. Но мы представляем о том, что в тундре сложно вообще с интернетом, и не каждый может там идентифицировать, что это лицо коренной малочисленной национальности. И поэтому, обсуждая эту проблему, все-таки все практические регионы, национальные регионы сошлись на том, что необходимо удостоверение. Обратная связь на предложение нашего омбудсмена уже есть. Руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов предложил в качестве удостоверения специальный документ государственного образца. Одной из самых масштабных инициатив Уполномоченного по правам человека в этом году стал проект «Арктическая школа права». Его целью является формирование у молодого поколения Неницкого округа правовой культуры и социально-правовой активности. Это то самое просвещение, о котором говорилось ранее. Самостоятельным звеном в проекте является курс «Агенты милосердия», который направлен на внедрение новой для региона социальной практики – патронажной службы. Сегодня Неницкая окружная больница находится на стадии создания палеотивного поста. Задачу проекта Уполномоченного – подготовить специалистов для этого направления. Наши агенты милосердия, получая компетенцию определенную и навыки оказания медицинской помощи, они смогут либо трудоустроиться туда на началах отбора, если они обладают личными качествами, потому что ухаживать за палеотивно больным или человеком престарелым, или человеком, который попал в трудную жизненную ситуацию, он не может ухаживать за собой. Это все-таки особые душевные усилия требуются. У нас в техникум и колледж достаточно серьезное количество специалистов выпускает социальных работников и медсестер. Мы понимаем, что через некоторое время мы получим перепроизводство. То есть нам эти кадры нужно правильно и в нужном направлении все-таки трудоустраивать. И это только малая часть того, что за год удалось реализовать уполномоченного по правам человека в Неницком округе. Лариса Свиридова предпочитает не строить глобальных планов на будущее, а сосредоточиться на совершенствовании того, что уже было начато. Несомненным приоритетом останется правовое просвещение, которое приведет к улучшению качества жизни жителей Неницкого округа. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Смотрите далее в нашем выпуске. Борьба со свалками и очистка береговой линии от металлолома в Наринмаре подвели итоги Года экологии. С логотипом Неницкий к 20-летию заповедник выпустил линейку сувениров и аксессуаров. В Неницком округе подвели итоги Года экологии в России. В честь этого события во Дворце культуры Арктика прошел концерт-акция, в рамках которого наградили лиц, принимавших активное участие в реализации мероприятий Года экологии. Напомню, тема 2017 года была определена главой государства Владимиром Путиным и правительством России для активного решения экологических проблем в стране, вопросов охраны окружающей среды и привлечения внимания общественности к этой проблеме. В нашем регионе одним из значимых событий уходящего года стало создание трех новых особо охраняемых природных территорий. Два природных заказника – Хайпудырский и Паханческий, а также природный парк «Северный Тиман». Как отметил первый заместитель губернатора НАУ Юрий Мурадов, с каждым годом вопросам экологии в России и мире в целом уделяется все больше внимания. И это очень важно, ведь именно от нас зависит, какую природу мы оставим будущему поколению. Для нашего округа это вопрос особенно чувствительный в условиях, когда происходит интенсивная эксплуатация и освоение недр округа, в условиях, когда территория испытывает достаточно серьезную нагрузку, и мы обязаны думать о последствиях такой нагрузки и думать о рациональном использовании ресурса. В год экологии силами различных ведомств и предприятий округа на территории Наринмара и поселка Искателей утилизировано 56 свалок. Это около 30% от общего числа мест размещения отходов, выявленных с помощью общественной информационной системы ОНФ «Карта свалок». Также в текущем году проведена работа по очистке береговой полосы и акватории бассейна реки Печора в границах Наринмара и поселка Искателей, отброшенных плавательных средств и объектов металлического лома. Всего утилизировано 35 судов. Это порядка 40% от выявленного количества объектов. Я не буду повторяться о тех достижениях, которые мы достигли в 2017 году. И у нас не меньше планы на 2018 год, а, наверное, даже и больше. Год экологии сформировал фронт экологических волонтеров, которые логично продолжат работу в год добровольца, которые будут инспектировать наши территории и также будут помогать нам противодействовать нарушениям правоохранного законодательства. В текущем году окружным профильным департаментом были организованы и проведены экологические субботники и акции по посадке деревьев. Нефтяная компания «Лукоэлкоми» провела конкурс тематических детских рисунков «Экология глазами детей». Всего было представлено 225 рисунков ребят из школ и детских садов округа и соседней республики. Я от себя лично и от имени генерального директора «Лукоэлкоми» Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли участие в этом прекрасном творческом конкурсе и победили. Хотелось бы выразить признательность и благодарность за вашу отзывчивость. В рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурса рисунков. Большинством голосов в титул гран-при получили 25 учащихся, среди которых 5 человек – жители поселка Искателей и города Наринмара. Под занавес выходящего 2017 года подводили итоги не только года экологии в России, но и года добра. Именно эта тема по результатам опроса жителей округа стала самой популярной. Следующий год в Ненецком округе объявлен годом оленеводства. Ирина Нижалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Жители округа могут познакомиться с животным и растительным миром особо охраняемых территорий региона. Обо всех богатствах единственного в округе заповедника федерального значения расскажет выставка «Заповедник Ненецкий. 20 лет спустя». Она посвящена году экологии, а также столетию природоохранной системы в России. Поздравить юбиляров с 20-летием пришли почетные гости. Все те, кто помогает заповеднику в его охранной деятельности. В этот торжественный день мы желаем коллективу новых проектов. Главное – здоровья и творческой энергии, и оптимизма. В праздничной дате сотрудники заповедника подготовились основательно. На это ушел почти год. На выставке можно увидеть фотографии, сделанные во время научных экспедиций, книги и журналы, а также оборудование и одежду экологов. Одна из экспозиций посвящена сувенирам с фирменным логотипом заповедника, который был разработан специально к юбилею. Этот логотип в виде яйца и летящего лебедя. Он представлен на наших значках, посвященных 20-летию. Логотип яйцо олицетворяет нашу природу, наш заповедник как место, как родильный дом. Ну и лебедь – это наш символ, малый лебедь, потому что основная популяция зимующая в Европе. И гнездится у нас в заповеднике Ненецкий. Сувенирную продукцию сотрудники заповедника обычно дарят школьникам, участвующим в научных экспедициях и конкурсах, волонтерам, а также своим партнерам. Одна из них – Ненецкий краеведческий музей. По словам Нины Николаевой, эта выставка – своеобразный подарок к юбилею заповедника. На данной выставке представлен основной животный и растительный мир заповедника. Также есть разделы, которые рассказывают о людях, которые трудятся в этой организации. Это и госинспектора, и научные сотрудники. В частности, есть два раздела, которые рассказывают о научно-исследовательской работе, которая осуществляется на территории заповедника. Посетить выставку могут все желающие. Она продлится до 25 января. Иван Никонов, Александр Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.3wtrk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok